У молодежного парламента при Барановичском райсовете депутатов новый лидер. Барановичский район представил на ежегодные технические осмотры комбайны. В Спортландии веселые старты для людей с ограниченными возможностями в 12 раз состоялась в Барановичском районе. Совета депутатов Сергей Слива, представители организаций и общественных объединений, а также молодые лидеры Барановичского района. В ходе заседания был избран новый председатель. Им стала Ксения Саратова. Подробности далее. 14 июня состоялась сессия молодежного парламента при Барановичском районном совете депутатов. На повестке дня стояли организационные вопросы. Переизбрание состава парламента, председателя, его зама, секретаря, формирование комиссии МП, внесение дополнений в план работы нового состава молодежного парламента в 2023 году. С приветственным словом к участникам обратился глава Барановичского района Сергей Карпенко. Поддержка и развитие молодежного движения – это один из главных приоритетов нашего государства. И молодежный парламент, в принципе, определяет новую роль молодежи в нашем обществе. На протяжении ближайших двух лет вы здесь присутствующего сможете довольно-таки глубоко изучить основы депутатской работы. И самое главное, вы сможете реализовывать молодежные инициативы. Я считаю, что это те возможности, которые у вас есть, они просто уникальны. Напомню, в течение минувшего срока молодежный парламент возглавляла Олига Булыга. Присутствующим она рассказала о проделанной работе. Встречи с молодежью района, организация семинаров и круглых столов, проведение благотворительных акций, участие в праздничных мероприятиях, информационная деятельность, работа на семинарах, выезды на предприятия и многое другое. Далее участники приступили к голосованию. Председателем избрана Ксения Саратова, специалист по работе с молодежью на птицефабрике «Дружба». Начну со структуризации работы парламента, объясню людям новоизбранным, что от них требуется, поставлю задачи. Они будут более четкие и конкретные, чтобы людям было проще работать, это экономило их время. Дальше мы усовершенствуем работу комиссии, потому что комиссии должны работать. Они решают достаточно важные вопросы, и раз они сформированы, значит, они должны выполнять свои задачи. Потом, именно по каким-то конкретным планам пока что ничего нет. Провести хорошую неделю молодежи и молодежную форму – это самое главное, потому что будет много гостей из других парламентов, и нам важно установить дружеские связи, наладить контакт для более плодотворной работы в будущем. Как отметила в своем выступлении Сергей Солева, председатель районного совета депутатов, молодежный парламент должен стать связующим звеном между депутатским корпусом и молодежью. Взаимодействие между Советом депутатов и молодежным парламентом, оно не просто может иметь место, оно необходимо, и оно приносит свои результаты. Молодой человек, будучи на местах, как никто другой, видит те проблемы, которые надо решать. Для того, чтобы молодой человек, молодой специалист мог закрепиться на рабочем месте, для того, чтобы могла образоваться молодая семья, и была поддержка со стороны не только государства, но, наверное, скажем так, и со стороны промышленного предприятия, где работают супруги, скажем так. Молодой человек может подсказать решение тех проблем, которые непосредственно влияют на качество жизни на селе. Поэтому мы взаимодействуем. Аналогия молодежного парламента полностью совпадает с Советом депутатов. Те же комиссии постоянные, тот же состав президиума и должностные лица. Обязанности заместителя председателя возложены на Ольгу Гулыгу, секретаря на Кристину Сидора. Барановичский район представил на ежегодные технические осмотры комбайна. Инспекторы проверили их техническое состояние, укомплектованность средствами пожаротушения, медицинскими аптечками, знаками аварийной остановки, противооткатными упорами. На контроле надежность и безопасность Барановичский район представил на ежегодные технические осмотры сельхозтехнику. В частности, инспекторы побывали на сельскохозяйственном производственном участке УАО «Баранович хлебопродукты» деревни Свераны. Проверяли из техническое состояние комбайнов, укомплектованность средствами пожаротушения, медицинскими аптечками, знаками аварийной остановки, противооткатными упорами. Незначительные замечания были устранены на месте. Владельцам техники напомнили о необходимости ее безопасной эксплуатации. Проведение государственного технического осмотра дает допуск к участию, но не участию, к работе комбайна. Поэтому на участие к работе комбайна, это нажатку на проведение технологического процесса, у нас в хозяйстве, в каждом хозяйстве создаются приказы о назначении ответственных лиц. Комиссия возглавляется главным агрономом хозяйства, и инженерная служба, которая занималась ремонтом комбайна и обслуживанием, она сдает председателю комиссии агроному комбайн с исправностями, со всеми регулировками, и они проверяют еще на герметизацию комбайна. Проверка на герметизацию – это большое значение у нас имеет, потому что от этого зависит наши потери, наш успех, наши показатели. Напомню, из года в год требования при прохождении техосмотра остаются неизменными. К эксплуатации допускается только техника с исправными световой и звуковой сигнализацией, зеркалами заднего вида, тормозной системой, рулевым управлением, укомплектованной огнетушителями и знаками аварийной остановки. Кроме того, обращается внимание на внешний вид техники, порядок в кабине, состояние и подсветку номерных знаков. И, конечно, на своевременное прохождение механизаторами медосмотра, на оснащенность работников спецодеждой. Отмечу, все комбайны крупногабаритные, поэтому для перегонов на большие расстояния всегда привлекаются сотрудники ГАИ. Подготовка комбайнов у нас осуществляется не сейчас на ходу перед уборкой, она уже начинается еще с прошлого года до постановки комбайна на длительное хранение. Когда мы проводим дефектовку комбайна, а потом согласно этой дефектовке сдаем узлы на ремонтные предприятия, ставим на хранение, в течение зимы, весны мы получаем с ремонта узлы, ремонтируем, а уже вот начало лета тут уже комбайны должны быть выставлены на линейку готовности, потому что мы должны провести технический осмотр до 25 июня. Отмечу, в районе в этом году посеяно 35 тысяч гектаров зерновых, насчитывается 120 комбайнов, нагрузка значительная 295 гектаров, дается 16-18 дней на уборку урожая, чтобы не было естественных потерь. Что касается проверяемого участка, то в хозяйстве имеется 8 зерноуборочных комбайнов, 7 из которых отечественного производства УАО «Гомсельмаш». Техническое обслуживание комбайнов у нас проводится на должном уровне, благодаря богатому опыту наших комбайнеров и инженерной службы, поэтому все запасные части закупаются заблаговременно, и у нас этим трудностей нет. Белорусский комбайн зарекомендовал себя на наших полях, и не только наших, на постсоветском пространстве хорошо, поэтому если работает, мы все для этого, ну, создаем комфорт, для нас важно дать комфорт людям, дать им заработать. Если говорить о посевных площадях на СПУ, а зимы и яровые зерновые здесь занимают 2125 гектаров. В расчете на один комбайн нагрузка 260 гектаров. Все это позволяет закончить зерноуборочную кампанию в оптимальные сроки и заблаговременно подготовиться к посеву хлебов на будущий год. В Спортландии веселые старты для людей с ограниченными возможностями в 12 раз состоялась в Барановичском районе. В этом году в состязаниях приняло участие 39 команд из всех областей нашей страны. Участники боролись за призовые места в четырех видах состязаний. Меткий стрелок, снайперы выше, быстрее. Кто стал триумфатором, узнала наша съемочная группа. Сильные, смелые, ловкие. Уже в 12 раз лыжа-роллерная трасса Агрогород Камир становится площадкой для проведения в Спортландии веселые старты. Свою подготовку в доступных видах спорта показало рекордное число команд – 39. Всего 234 участника с ограниченными возможностями из разных областей Беларуси. Приятным подарком для дружины гостей стали выступления творческих коллективов. В рамках мероприятия работали интерактивные площадки, выставки сувенирной продукции, выездная торговля. Можно было угоститься настоящей солдатской кашей и ароматным чаем. С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Барановического райисполкома Сергей Карпенко. В своем выступлении он отметил, что на этих состязаниях нет проигравших. Каждый, кто принял участие, уже победитель и премьер для всех нас. Целью этих соревнований, я считаю, что не является установление каких-то рекордов, каких-то колоссальных результатов. Целью этого мероприятия является наше с вами общение, какие-то новые знакомства, установление новых связей, опять же поддержка друг друга. Поэтому всем участникам желаю хорошего настроения, улыбок, радости, ну и спортивную удачу. Для тех, кто впервые попадает на веселые старты, это шанс открыть в себе новые возможности, продемонстрировать свои успехи в спорте, завести новое знакомство. Участники еще раз доказали, что обладают неограниченными возможностями и огромным спортивным потенциалом. На площадке чувствовались воля к победе и настоящий спортивный дух. Насыщенная программа соревнований включала четыре эстафеты. Метки, стрелок, снайперы, выше, быстрее. Нас с центра провожали, говорили только с победы возвращаться. Но в силу того, что это такое мероприятие, из такой категории люди, поэтому нам самое главное общаться, дружить, знакомиться. Вот это, наверное, самое главное. Победа, ну как уже получится. Награды нашли своих обладателей. Лавры победителя достались команде Щучинского района, представителям Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. И это все на сегодня. О том, что принесут нам следующие семь дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова